Харьков, сегодня 20 июля. Что происходит в Харькове? Не успел я только отдохнуть немножко от Харькова, от этих выстрелов, обстрелов. Ехал сегодня. И когда приехал в Харьков, узнал очень страшную новость. Пока я ехал, утром был произведен обстрел Харькова из ураганов в районе Киевском. Пострадало трое людей. Это, конечно же, каждый день без печальных каких-то событий не обходится. Пострадал из них 13-летний парень, его убило. Остальные двое взрослые. Также его сестра, 15-летняя, была ранена. Очень печальные события. Я еду в Харьков опять по делам. Если скажете, что видео почему такое размытое, то, скажу, снимал видео из поезда, а окна заклеены скотчем. Сами понимаете, потому что сейчас военное время и может все что угодно случиться. Поэтому кое-где будет видео нечеткое. Но снимал так, как есть. И рассказываю так, как есть. Жаль, конечно, что Харьков продолжает страдать. Потому что люди-то стояли на остановке, ждали автобус. И в результате обстрела пострадали. А обстрел был ураганами. Хорошо, что еще не подъехал автобус. Потому что если подъехал бы, вообще было бы жесть. Сейчас люди, кто находятся в Харькове, у них два выбора. Если денег нету, приходится идти в военкомат, брать оружие, идти воевать. Потому что люди сейчас выживают. У кого-то денег нету, если работы нету, все, становись, иди в армию. Выбор небольшой. Если хочешь, чтобы семья твоя кушала, было что покушать, иди воюй. Потому что с работой в Харькове очень тяжело. К сожалению, у нас сейчас вот так. Субтитры сделал DimaTorzok